— Здравствуйте, это Влад и новый авторский рассказ моего канала «Так не бывает». — Что у нас тут? — Артур Юрьевич ворвался в приемное отделение, видя, как младшие коллеги суетятся вокруг пострадавшего. — Мужчина, 42 года, пострадал при столкновении трех машин. Ему не сильно досталось, — ответила медсестра. — А вот девушка… Артур проводил взглядом каталку, видя пострадавшую со множественными травмами. — Я займусь ею. Готовьте операционную срочно. Для передового хирурга государственной клиники подобные ситуации давно стали рутиной. Он был первым, к кому направляли пациентов с серьезными повреждениями. За годы работы 36-летний специалист научился хладнокровно реагировать даже на самые страшные травмы. Коллеги завидовали его решимости и твердости, провожая восхищенным взглядом. Артуру не впервые доводилось стоять по несколько часов над операционным столом, делая все возможное, чтобы сохранить человеку жизнь. — Доктор, как она? — встречал его взволнованный супруг, только что прооперированной молодой женщиной. К подобным ситуациям он давно был готов и мог предвидеть любую реакцию родственников. Угрозы жизни больше нет. На автомате отвечал Артур Юрьевич. — Сейчас она в реанимации. Вашей супруге необходим покой. Навестить ее можно будет только завтра. Советую вам самому передохнуть и вернуться бодрым. Вашей супруге понадобится поддержка. Артур поспешил на свежий воздух, не привлекая внимания персонала клиники. Он не мог дышать. Все хладнокровие мигом испарилось. Четыре года назад он и сам побывал на месте этого мужчины. Только ему не повезло. Надежда, его жена, скончалась. Она никогда не отличалась крепким здоровьем. Легко подхватывала простуду, страдала от аллергии. А в тот раз Надя почувствовала недомогание из-за переохлаждения. Только пожаловалась об этом поздно. — Почему ты сразу не сказала? — Артур нервно расхаживал по палате. — Оба твоих легких поражены. — Я думал, это просто простуда. Потом появился кашель. — Это все моя вина. — сел он возле Надежды и взял ее за руку. — Я не уследил за тобой. Я поставил работу на первое место. — Я все знала, когда выходил за тебя замуж родной. В этом нет твоей вины. Не кори себя. Я ведь знаю, как много для тебя значит работа. Это ведь дело всей твоей жизни. Артур до сих пор не мог оправиться от потери. Карьера заменила ему и хобби, и отдых. Он полностью посвятил себя профессии хирурга и преуспел в ней. Артура не раз пытались переманить в частные клиники, обещая лучший заработок, возможность выбирать пациентов из числа шишек. Те щедро бы вознаградили хирурга за его золотые руки. Но он не соглашался. Его самоотдача и благородство были не по душе лишь Станиславу Петровичу, коллеге и конкуренту. Несколько минут на свежем воздухе, где ничто не напоминает о смерти, всегда помогали Артуру Юрьевичу побороть воспоминания. Он мог отдышаться и вернуться к работе, вновь взяв эмоции под контроль. Благо, все пациенты в тот момент уже получили необходимую помощь, позволяя ему отлучиться. В тот день на глаза ему попалась бабушка, что была перед клиникой дня четыре. Она стояла в любую погоду и неизменно предлагала равнодушным прохожим цветы. Артур понимал, что бабуля сама нарвала где-то сирень и пытается выручить лишнюю копейку. Ему стало жаль бедняжку. – Добрый день вам, бабушка! – обратился Артур к ней. – Почем букетик ваш? Который день здесь стоите? Не устали? Ни стульчика у вас, ничего? – Здравствуй, сынок, здравствуй. Двести рублей для тебя. Возьми эти веточки, пышненькие. – та протянула ему сирень. – Послушай, как пахнут. В кабинет поставишь и забудешь обо всех заботах. Ты врач, сынок? Артур Юрьевич вежливо общался с ней. А сам заметил что-то неладное. Бабушка не обращала на него внимания. Смотрела куда-то за спину, словно поджидала кого-то. Да и пальцы, в которых зажало ветку пахучих цветов, оказались слишком ухоженными и молодыми. Такие руки явно принадлежали не пожилой даме. – Давайте мне один. Пригодится. Расплатившись, Артур напоследок вгляделся в лицо ничего не замечающей бабушки. Она и не разгадала повышенного к себе внимания, улыбаясь, как ни в чем не бывало. Больше любопытной бабули были интересны подходящие к клинике люди. – Спасибо. Артур в растерянности вернулся под козырек рабочего здания, не сводя глаз с подозрительной дамой. Он понимал, что перед ним явно не невинная бабуля, а профессионально загримированная молодая женщина. Только она не продумала весь образ, несмотря на то, что голос ее звучал довольно убедительно. Но для чего кому-то устраивать здесь целое представление? Для чего незнакомка уже несколько дней перевоплощается в другого человека и стоит в ужасном гриме по несколько часов? Пару минут Артур Юрьевич топтался на одном месте, не решаясь что-либо сделать. Он не переносил обмана и розыгрышей. Кто знал, чем грозила кому-нибудь выходка странной незнакомки? Пусть он и не имел никакого к этому отношения, но терпеть не стал. И прежде, чем вернуться к работе, Артур тихонько подкрался к женщине сзади, схватился за седой парик и потянул в сторону. Глаза бабули в ужасе расширились. – Ты что творишь? – прошипела она, хватаясь за голову, чтобы скрыть шикарные рыжие локоны, спрятанные под сеточкой для волос. Не говоря ни слова, Виктория бросилась прочь, боясь преследования. – Остановитесь! – закричал Артур, пускаясь в погоню. Он понял, что смутил женщину, но останавливаться не стал. Он должен был узнать всю правду, иначе бы не смог успокоиться. – Да стойте же! – Артур без труда поравнялся с неуклюжей Викой, облаченной в неудобную одежду. Он мягко взял ее за руку, заставляя успокоиться. – Я не причиню вам вреда. Только ответьте, зачем? Виктория явно не рассчитывала на разоблачение. Она выглядела испуганной и злой, глядя на невесть, откуда взявшегося Артура из-под лобья. – Вот же! – всплеснула она руками, распуская свои шикарные длинные волосы. – Но кто вас просил стревать? Вздохнув, Вика все же заговорила. – Ладно, я все расскажу, только не здесь. Прошу, давайте найдем местечко поукромнее. Если уж вы решились встрять в мои дела, возможно, даже сможете мне помочь. В любом случае, надеюсь, что все оговоренное здесь останется в тайне. Артур Юрьевич не понимал, что скрывает за собой поступок Виктории, но любопытство не отпускало. Он уже надолго отлучился из клиники и больше не мог прохлаждаться. В его профессии каждая минута была на счету. Его могли хватиться прямо сейчас. – Поговорим немного позже, если позволите. – твердо предложил он, заглядывая женщине в глаза. – Мне пора возвращаться. Я хирург. Долг зовет. – Хорошо, я вас подожду. – отозвалась Вика без сомнения. – Вы уверены? Я могу проторчать там много часов. Обменявшись номерами телефонов для удобства, они разошлись. Виктория, прикрывая лицо, направилась к своему автомобилю на парковке. Ей стоило избавиться от глупого грима, прежде чем Артур снова вернется. Ее охватил трепет и надежда после знакомства с кем-то неравнодушным. То, что тот купил букетик у бедной бабули, многое говорил о его добром сердце. Такому человеку можно доверить свои переживания и надеяться, что он не станет о них распространяться. Артур Юрьевич вновь появился на ступеньках клиники спустя почти восемь часов. Смена выдалась тяжелой. Он шагал по ночной улице, озираясь по сторонам. Виктории нигде не было видно. Артур уже разочаровался, как ему поморгали фарами. Вика вышла навстречу из шикарного белого внедорожника. — Все-таки вы здесь, — заключил Артур. — Я не нарушаю своих обещаний, — улыбнулась Виктория. — Давайте поужинаем. Здесь есть отличный ресторан, и он еще работает. Там нам смогут обеспечить нужную обстановку. Артур согласился и на своем авто проследовал за Викой. Стоило официанту принять заказ и отойти от столика, Виктория наклонилась вперед. — Знаю, прозвучит странно, но я устроила тот маскарад по особой причине. Дело в том, что я проверяла своего жениха. Решила проследить за Борисом, чтобы он меня не заметил. Артур не смог скрыть удивление. Он подозревал что угодно, но только не драму между влюбленными. — Что же это за жених такой, за которым глаз да глаз нужен? А что будет после свадьбы? — не сдержался он, но тут же одернул себя. — Простите, моя резкость. Я привык выражаться прямо, а тут тема деликатная. — Ваш жених ведет себя подозрительно? Вика явно не находила удовольствия в том, чтобы обсуждать личные проблемы с посторонним человеком, но действовало так из отчаяния. Признаваться кому-то в любовных неудачах было стыдно. Последнее время Борис стал слишком скрытным. Он часто не посвящал меня в свои дела, говорил не для женского ума. Я это принимала и не пыталась докопаться до истины, давала ему свободу. Но уже который раз замечаю, что он уезжает куда-то рано утром, не предупредив меня. Я как-то пыталась спросить его, но он заверил, что другу помогает. Нехорошее предчувствие заставило меня как-то проследить за ним, а я привыкла доверять интуиции. Слежка привела меня к клинике. Боря частенько туда наведывается, хотя проблем со здоровьем у него нет. Вот я и заподозрила измену. Мне нужно было как-то незаметно покрутиться рядом, посмотреть, с кем он там общается. Вот я и переоделась в бабушку. Артур рассеянно покачал головой. Он не осуждал Викторию, просто не ожидал такой сообразительности. Мало ли какие причуды у богатых, ему их не понять. — А чем, собственно, я могу вам помочь? — недоумевал он. — Я не хотела вас впутывать. И вообще надеялась, что никто моего позора не увидит, поэтому и не стала обращаться даже к частным детективам. — Но если вы узнаете, числится ли в вашей клинике пациент по имени Борис Шепилов, я буду вам очень благодарна. Можете рассчитывать на ответную услугу. В моих силах многое. — Не переживайте. Вы не будете мне ничего должны, Виктория. Для меня не составит труда узнать о вашем женихе. Все останется между нами, можете быть уверены. — Я вам так благодарна. Вы не представляете. Позвольте мне угостить вас чем-нибудь. Дальше вежливый разговор затронул тему работы, семьи, хобби. Вика увлеченно слушала шокирующие истории врачебных будней, от которых волосы вставали дыбом. — Неискушенному слушателю ваша жизнь покажется настоящим триллером, — улыбнулась она. — Трудно поверить, что кто-то живет так интересно. Я вам даже завидую. — Я люблю свою работу и горжусь ею. Но она все, что у меня есть. Несмотря на странное знакомство, Артур Юрьевич рад был пообщаться с кем-то не из своего круга, кто не знал о его личной трагедии, о его амбициях. Вика оказалась веселой и простой, несмотря на богатое происхождение и проблемы в личной жизни. Чтобы развеять ее сомнения перед браком, Артур без труда узнал в регистратуре, является ли Борис Шипилов их пациентом. Да, Артур Юрьевич Шипилов, Борис приходил на консультацию к Станиславу Петровичу. Последний раз был 9-го числа. — Что вы говорите? — задумчиво ответил он. — Со Станиславом у него были давние трения. Поначалу коллеги даже неплохо общались, проживая вместе дни ординатуры. Только потом положение изменилось. Если Артур мечтал всего добиться своими силами и талантом, Стас надеялся на связи с влиятельными людьми. — Как мне надоели эти нищие! — периодически жаловался он коллегам. — Столько лет учиться и работать потом на государственную зарплату. И еще никаких презентов, а то сочтут за взятку. Когда уже место освободиться участников, все позанимали. — Остынь, все ведь неплохо! — пожимал Артур плечами. — Здесь все по-честному. Премии и прочие плюшки. А ты стремишься работать на тех, у кого никаких гарантий. В случае форс-мажора они скорее тебя подставят, чтобы выйти из воды чистенькими. Где зарабатывают на важных людях, можно от них же и огрести. — Хороший ты доктор, Артур! — Стас нисходительно хлопал его по плечу. — Но запросы у тебя скромные. Честный весь, дотошный. Нет в тебе жалки бизнесмена. Артур Юрьевич сразу понял, что Бориса и Станислава явно связывают какое-то нехорошее дело. Начальство не было в курсе, но коллеги верили, будто Станислав Петрович промышляет темными делишками, и за деньги может пойти на многое. Имея на телефоне фото Бориса, которым поделилась Виктория, Артур Юрьевич стал наблюдать за пациентами. Караулить его невесте больше не было смысла. Она могла получить информацию от нового знакомого и вскоре дождалась новостей. — Видел сегодня твоего. Общается с моим коллегой, Стасом Пахомовым. Тот еще тип. Вечно мечтает наживиться на ком-нибудь. — Считаешь, они не просто так спелись? — послышался в трубке обеспокоенный голос Вики. — Осторожность тебе точно не помешает. Если мне удастся что-то выяснить, я сообщу. — Спасибо тебе, Артур. Не зря я доверила своей интуиции тогда. С тобой вот познакомилась. — Когда ты будешь свободен, может, встретимся? — предложила Вика. — Не знаю, как тебя отблагодарить. Хоть пообедаем вместе, я угощаю. Артур Юрьевич не рассчитывал ни на вознаграждение новой подруги, ни на какую-либо помощь в будущем. Человеком он был бескорыстным и, несмотря на любовь к науке, верил в то, что добро возвращается. Если судьба свела их с Викой, значит, не просто так. — Мне жаль твою супругу. — Выслушав историю Артура, сказала Виктория. — Было заметно, что она сопереживает искренне, а не изображает притворную скорбь, как принято. — Я знаю, каково терять близких. Мама родила меня, когда ей было уже за сорок. — Они с отцом долго пытались зачать ребенка, много ссорились по этому. Они так хотели семью, но не получалось. Со вздохом откровенничала она. — Мне так нравились их отношения. Они уважали друг друга, всегда прислушивались к противоположному мнению, не отмахивались от проблем. — Это все я хочу перенять и для своей будущей семьи. Но, как видишь… — Знакомство твоего Бориса со Стасом подозрительно, но это еще не повод паниковать. Мало ли, какие у твоего жениха трудности. Вдруг он тебе стесняется говорить перед свадьбой, боится разочаровать. — Я уже не знаю, что думать. Столько мыслей в голове. Одна хуже другой. Такой мандраж у всех перед свадьбой? — Каждый сомневается, — с улыбкой сказал Артур, вспоминая свои переживания перед свадьбой с Надей. — Нам хочется, чтобы это было раз и на всю жизнь. Мы сомневаемся, нет не уверенности в партнере, а скорее в своих силах. Вдруг мы недостаточно созрели, чтобы создавать свою семью. Ну и все в этом духе. Поддержка Артура очень помогла Вике справиться с сомнениями. Она не хотела давить на Бориса и ждала, когда он сам расскажет ей о своих проблемах или планах. Все-таки у будущих супругов не должно быть секретов. Вскоре Артур настолько привязался к ней, что каждое утро и конец смены сопровождался сообщениями Вики. Между ними установились доверительные отношения, которые креплись каждым днем. Артур давно не испытывал такого облегчения, разговаривая с кем-то. Когда Надя не стало, он потерял многих друзей. Да и родственники по линии покойной супруги не стремились продолжать общение. Раз у них не было общих детей, то и беспокоиться не о чем. — Сложно поверить, что ты растерял столько знакомых, — за завтраком говорила Вика. Артур Юрьевич вернулся с ночной смены и предложил вместе перекусить. Подобные встречи стали для друзей традиций. Горе никого не привлекает, у всех свои проблемы. А постоянно ухаживать за мной и контролировать свою речь было для них сложным. Они боялись делиться своим семейным счастьем, думая, что мне станет завидно или обидно. Так я и остался наедине с работой. — Понимаю, — кивнула Виктория, запивая круассан на остывшем кофе. Когда родителей не стало, я вступила в наследство всего их состояния. Вокруг так и заплясали друзья. Каждый хотел сблизиться со мной, только я чувствовал их неискренность. Люди хотели веселиться за мой счет и с радостью отправлялись в какое-нибудь крутое заведение. А когда мне было грустно, они испарялись. Артур сам не заметил, что в его голове поселились мысли о Виктории. Пусть она была невестой другого человека и мечтала о своем благополучии с ним, он не мог контролировать своих эмоций. Ему казалось, что и Вика к нему неравнодушна, но никто не пересекал грани с дозволенного. Друзья по-прежнему много общались, изучая незнакомые стороны характера друг друга. Они встречались, когда совпадали выходные дни, стараясь видеться каждую свободную минуту. Виктория много времени посвящала делам бизнеса, проверяя работу сети булочных. Ее основал еще ее отец, вложив всю душу в налаживание производства и качество обслуживания гостей. – У вас замечательная выпечка! – говорил Артур с набитым ртом, когда Вика пригласила его в булочную. – Ты постоянно зовешь меня в интересные места. Теперь моя очередь. В следующий раз встречу организовываю я, и не спорь. – Хорошо, – захохотала Вика, видя решительность друга. – Я не сомневаюсь, что у тебя получится. Если что, у меня на примете есть… – Я же сказал, что сам! – обиженным тоном прервал ее мужчина. Только за день до встречи с Артуром Вика перестала отвечать на сообщение. Он начал переживать после смены, когда она не ответила и на несколько его звонков. – Вик, куда ты пропала? – Надеюсь, все хорошо и ты просто занята. Прошу, перезвони мне! – попросил Артур в голосовом сообщении. Он не знал ее адреса, потому что они частенько встречались на нейтральной территории. Когда беспокойство перевысило здравый смысл, Артур решил выяснить, где сейчас Борис и как он связан со Станиславом Петровичем. Борис Шипилов как раз на приеме у Пахомова, – объяснил ему администратор. – Отлично. – Людочка, – мужчина протянул коллеге коробку конфет. – Пусть это останется между нами. – Конечно, Артур Юрьевич, обижаете! Расспросив коллег о частых визитах к Стасу Бориса, Артур не узнал ничего полезного. Он не знал, как ему раздобыть информацию и не вызвать при этом у Пахомова подозрения. Тогда он пошел на отчаянные меры. Решил проследить за женихом Вики. Отпросившись у начальства, сославшись на отсутствие срочных пациентов, он переоделся и последовал за Борисом на улицу, держась на приличном расстоянии. Артур не думал ни о чем другом. Его беспокоила лишь судьба Виктории. Слежка привела к особняку. Он решил, что это дом родителей Виктории, а Борис жил с ней в нем. За несколько часов, что мужчина провел в ожидании хоть какой-то деятельности, ему не удалось ничего подглядеть. Шикарный дом был обнесен высокими стенами и коваными закрытыми воротами. Артур довольствовался видами верхних этажей особняка. Он надеялся, что Вика просто отдыхает в одной из комнат. Он не видел причин не отвечать на его сообщения. Может, она обиделась на что-то или занята работой. Может, ей нужна помощь, а он не знает, что нужно вызвать. Когда на город опустилась ночь, Борис выгнал автомобиль и куда-то направился. Артур тронулся следом, стараясь не отставать. Чем дальше от города они отъезжали, тем тревожнее становилось мужчине. По телу прошел холод, когда Борис остановил свой автомобиль у ворот кладбища. Артур крался следом, а затем обомлел, увидев у вырытой могилы из Станислава Петровича. — Все готово. Ты точно уверен? — донесся до Артура голос Бориса. — Пойди проверь, — хмыкнул тот. И только тогда мужчина заметил темный лакированный гроб, к которому направился Борис. Он откинул крышку гроба. Внутри лежала Виктория. Артур Юрьевич пошатнулся и вцепился в ствол березки, у которой прятался. Он не мог поверить своим глазам. Неужели эти двое в преступном сговоре? Неужели убили Вику? Руки Артура сами потянулись к телефону. Он не знал, что будет дальше, лишь невнятно проговорил в трубку. — Срочно пришлите наряд на новое кладбище. Женщину убили и пытаются спрятать улики. Скорее! Артур не мог ждать. Не мог позволить мерзавцам закончить свое грязное дело. Не дожидаясь приезда полиции, он выбежал из своего укрытия и набросился на негодяев. — Прочь от нее! — закричал Артур и с размаху ударил Бориса в сколу. Тот пошатнулся и рухнул на спину в завыфатболе. — Ты тут как? — застыл в шоке Станислав Петрович, не ожидая разоблачения. — Ах ты, урод! Я тебя за Вику! — Артур бросился на коллегу. Они оба упали и стали кататься по земле, поднимая над головой пыль. — Вы убили ее! Убили твари! Степан получил несколько крепких ударов, но потом совладал со ступором и оказался сверху противника. — Да она просто без сознания, под препаратами! Она дышит! Услышав это, Артур Юрьевич сбросил с себя Станислава и подскочил к гробу. Дотронувшись до шеи Вики, он смог прочувствовать слабый пульс. Слава Богу, жива! — Не думай, что уйдешь отсюда! — послышалось за спиной. Оба его противника очухались и готовились закопать его вместе с Викторией, если понадобится. — Полиция уже в пути, не дурите! — предупредил Артур. Борису не пришлось повторять дважды. Услышав вдалеке вой сирен, он бросился на утек, перепрыгивая холмы могил. Стас последовал его примеру. Но полицейские уже бросились в погоню и без труда настигли их налогу за кладбищем. Артуру позволили отвезти Викторию в клинику. — Капельницу быстро! — скомандовал он медсестрам, а сам не отходил от подруги ни на секунду. Потом его допросили полицейские, выясняя все обстоятельства дела. — Артур! — слабым голосом позвала его она, придя в себя. — Вика! — он опустился на стул у кушетки Виктории и уткнулся в ее руку. — Я решил, что тебя убили. — Ты спас мне жизнь. Подумать страшно. Они об этом пожалеют. Виктория была слаба. Ей требовался отдых и уход, но Артур не сомневался, что она добьется справедливости. Борис раскололся сразу. Он действовал от лица конкурентов Вики и не собирался на ней жениться. Он должен был втереться к ней в доверие и позволить серьезным людям завладеть всем имуществом богатой семьи. Борису обещали щедрый процент. Ему и этого было достаточно, чтобы живьем похоронить невинного человека. — Его будут судить, — рассказывала Вика Артуру. — Он свое получит. Те, кто за ним стояли, быстро от него отреклись, чтобы выйти сухими из воды. До них мне не добраться. Может, в будущем. — А как же Стас? — Его уволили, я знаю, но ведь это не все. — возмущался Артур, понимая, что его подлый коллега отделался лишь испугом. — Это ведь он незаконно добыл те препараты, которыми тебя накачали. Его должны были судить, лишить врачебной практики. Станислав Петрович хоть и избежал тюремного срока, но потерпел большой урон врачебной репутации. Он жил с недвестью к Артуру, потому как именно по его вине все вскрылось. Именно Артур помешал ему нажиться за счет Бориса. По его вине он потерял работу и был вынужден предлагать свои услуги не больше, чем санитарам в каких-то третисортных медучреждениях с полной антисанитарией. — Мне кажется, я теперь никому не смогу доверять, — с сожалением призналась Виктория, когда судебный процесс над Борисом закончился. Они с Артуром сидели в его квартире. Она пришла к нему опустошенной тяжелым слушанием, в котором постоянно обсуждалось намерение жениха убить ее. — Как после такого вообще можно подпустить к себе кого-нибудь? — Ты сильная, сможешь это пережить. Артур придвинулся ближе и погладил Вику по голове. — Я знаю, ты крепкий орешек. Внезапно Вика обвела его руками за талию и прижалась теснее. — Я только тебе доверяю. Ты вырвал меня из лап смерти, а мог бы и не вмешиваться. — Не мог, — возразил он. — Ты хоть знаешь, что я пережил, увидев тебя там, в гробу. Я решил, что тебя больше нет. Дважды за жизнь я такое бы не перенес. — Я хотел бы всегда быть с тобой, — после недолгой паузы тихо произнес Артур. — Не знаю, готова ли ты, но знай, я тебя люблю. Виктория посмотрела на него, и он все понял. — Мы всегда будем вместе, — подтвердила Вика, наслаждаясь теплотой надежных объятий. — Я боялась, что ты не примешь моих чувств. Мы оказались в таких дурацких обстоятельствах. Я собиралась замуж, ты вдовец. Признав свои чувства, Артур и Вика стали встречаться. Мужчине было сложно оставлять свою квартиру, в которой он нажил кучу воспоминаний, как счастливых, так и болезненных. — У меня огромный дом. Будет лучше жить в нем, — сказала Виктория. — Мне там очень одиноко без родителей. Он создан для семьи, для кучи гостей. — Мне нравится твой дом. Он очень уютный. Хорошо, на выходных перевезу вещи, а свою квартиру сдам или продам потом. Вика бросилась ему на шею. Она радовалась тому, что теперь они будут видеться в стенах общего дома. Несмотря на жизненные обстоятельства, Станислав Петрович не привык отчаиваться. Очень скоро он оправился от неудачи и, благодаря связям, смог устроиться в частную клинику, как и мечтал. Там никому не было дела до его темного прошлого, ведь некоторым людям была как раз полезна его изворотливость и готовность во многом помочь обеспеченным пациентам с не всегда кристально чистой биографией. — Представляете, — рассказывала персонал у операционной сестра после встречи со Стасом на улице. — Он сказал, что совсем не жалеет, что пошел на преступление, а говорит, — этот случай сделал его известным в определенных кругах. Так что теперь недостатка в пациентах у него нет. Ходит такой важный, грудь колесом, словно есть чем гордиться. Тьфу, мусор. Наплевал на врачебную этику, так еще и хвалится этим, — донеслось до уха Артура. Он слышал все, что рассказывали о дальнейшей судьбе Станислава. Его взбесило, что преступник живет себе припеваючи и даже не жалеет о том, что едва не отнял у человека жизнь. Кто знает, на что готов пойти Стас, если ему предложат щедрое вознаграждение. Совместная жизнь Вики и Артура напоминала сказку. Они редко проводили вместе время из-за занятости на работе, но эти часы обещали надолго сохраниться в памяти. Пара редко выбиралась в люди и активничала, предпочитая все выходные проводить дома, смотреть что-нибудь интересное и вкусно кушать. Мне иногда кажется, что моя деловая невеста устает больше меня, — журил Вику Артур. — Не знаю, как отец все успевал. Мне нужны грамотные управляющие. Пока я их не найду, придется самой контролировать работу персонала. Некоторые не воспринимают меня всерьез, представляешь? — жаловался Вика, а Артур прижимал ее к себе. — Посмотрим, что они будут думать о тебе, когда ты станешь замужней дамой, — рассмеялся он. Кстати, пора подумать, кого мы пригласим. Так много знакомых, что я теряюсь. Организационные способности передали Севике по крови. Поэтому она позволила жениху заниматься своим делом, а сама стала планировать торжество. Несколько близких подруг помогли разобраться со специалистами, готовыми сделать их особенный праздник незабываемым. — Зачем ты притащила меня в свадебный салон, если не разрешаешь посмотреть на тебя? — хныкал Артур, словно ребенок, сидя за широкой ширмой, пока Виктория примеряла свадебные наряды. — Потому что ты не должен видеть меня заранее, но я чувствую твою поддержку. Артур встал с дивана и просунул руку под ширмой. — Держи мою поддержку. — Вика рассмеялась и пожала ее. Артур не представлял, что однажды сможет быть снова счастлив. Он помнил, как впервые шел под венец под руку с Надей. Воспоминания о тех днях оставались для него чем-то важным и светлым. Но рядом с Викой он ощущал себя окрыленным, способным на свершение. Мужчина давно разочаровался в любви и не надеялся стать отцом. Но когда после работы Виктория набросилась на него и стала целовать, он не сразу догадался, отчего она так счастлива. — Любимый, я беременна! — полушепотом произнесла она, как самую великую тайну. — Что? — Повтори! — потребовал Артур, замерев. — Мы будем родителями. Я жду ребенка. — Боже, не могу поверить! — распахнул Артур глаза в восторге. — У нас будет малыш! Узнав о беременности супруги, мужчина окружил ее сверхзаботой. Не позволял ей часто появляться на работе, сам следил за самочувствием, записал к лучшему врачу. — Вика, почему ты опять забыла про витамины? — возмущался Артур, видя, что приготовленные им таблетки остались после завтрака на столе. — Прости, милый, я стала такой рассеянной! — Виктория появилась в дверях с виноватой улыбкой. — Эти дети выпивают из меня все соки! — Наши карапузы! Представь, их будет двое! — Едва не дрожат счастья, — сказал Артур. — Сразу двое! Что же мы будем делать с таким сокровищем? — Страдать? — отзывалась Вика. Гиперзабота супруга утомляла Викторию. Она смогла найти надежных управленцев в своей булочной, поэтому появлялась там намного реже, но привычка все контролировать не давала ей покоя. — Если что, — предупредила она своих подруг, — это вы вытащили меня на обед, а не я заявила с проверкой. Артур, иногда такая заноза! Я ведь не при смерти, а беременная! Это же естественный процесс! Кому, как не ему, врачу об этом известно! — Радуйся! У тебя заботливый муж! — смеялись подруги. — Хорошо выглядишь! Когда тебя искренне любят, это сразу заметно! В тот день Вика вновь сама села за руль, чтобы наведаться в несколько булочных. Сильный дождь шел с самого утра, затрудняя движение по улицам. Первый укол боли она почувствовала, стоя на светофоре. Если бы это произошло во время движения, она выпустила бы руль из рук. Поняв, что что-то не так, срочно позвонила Артуру. — Артур Юрьевич сейчас на операции, он не может ответить. — Кажется, я рожаю, — растерянно сообщила Виктория медсестре. — Я поеду в клинику на Гагарина, она ближе всего. Пожалуйста, ай, сообщите моему мужу, что я там. — Конечно, Виктория, я все передам. Держитесь и удачи вам. Виктория с трудом управляла автомобилем, учитывая нарастающую боль, потемнение в глазах и плохую видимость. — Треклятый дождь! — закричала Вика, паркуясь возле клиники. Она выбралась из машины и с трудом вошла в холл. — С вами все в порядке? — к ней тут же подбежал администратор, требуя каталку. Вика не успела ответить, она потеряла сознание. Артур выбрался из операционной после сложнейшего ДТП, в котором пострадал семилетний мальчик. Над ним трудилось сразу несколько хирургов, чтобы спасти жизнь и способность ходить. Каждый раз, когда ему предстояло бороться за жизнь ребенка, он мысленно молился, чтобы ему помогли высшие силы. Хоть коллеги и удивлялись хладнокровию трезвости ума Артура, они не подозревали, что он переживает за каждого пациента, которого ему доверили оперировать. — Отличная работа! — похлопал он всей команде и решил ополоснуться, чтобы прийти в норму. Несколько часов напряженной работы давали о себе знать. — Артур Юрьевич! Артур Юрьевич! — догнала его медсестра. Он сразу понял, что что-то случилось по ее возбужденному виду. — Что, Регина, что? — Ваша жена звонила. Она рожает. Поехала в клинику на Гагарина. — Там же… — выпалил с ужасом Артур. — Боже! Она в опасности! Он же ее покалечит! — Ой! Бегите быстрее! Я передам заведующему отделением, где вы! Артур побежал к автомобилю, не разбирая дороги. Как же так могло произойти? Почему именно туда? Он молился Богу, чтобы Виктория попала в надежные руки, чтобы ни ей, ни детям не навредили случайно или намеренно. Он ведь предупреждал ее беречь себя, настаивал на сохранении, но она уперлась в свою свободу. Кому теперь от этого легче? Артур на уши поднял весь персонал чужой клиники, стоило ему только переступить порог. Администраторы тут же подскочили с места, распознав скандалиста. — Остановите операцию! Я забираю свою супругу и запрещаю, кому бы то ни было здесь трогать ее! Я требую, чтобы сейчас же все прекратили! — Немедленно успокойтесь! Вы пугаете остальных пациентов! — закричали на Артура. — Раз вы сами врач, должны понять, где находитесь! Ваши крики не помогут! Станислав Петрович отличный врач! Именно он принимает роды у вашей супруги! Не переживайте так, она в надежных руках! Когда Стаса вызвали на экстренное Кесарева, он сразу же бросился в операционную. Уже там он понял, кто лежит перед ним на столе. Супруга Артура Юрьевича подпортила ему жизнь тем, что выжила тогда. Если бы не это семейство, ему бы не пришлось столько потеть, чтобы вернуть себе былое имя. — Станислав Петрович, что-то не так? — обратилась к нему медсестра. — Мне вызвать другого хирурга? С вами все в порядке? — Порядок, Ален, не отвлекаемся! Пусть мужчина и ненавидел Артура и его жену. Он был врачом и намеревался выполнить свой долг. Ему нравилась мысль, что теперь его бывший коллега будет перед ним в долгу за спасение жизни его родных. Только предвкушая разговор с перепуганным Артуром, он уже ощутил прилив сил. Тот, наверное, весь извелся в коридоре, когда узнал, кто проводит Кесарева. Стас был сосредоточен на своих действиях и уже не придавал значения тому, кто перед ним на столе. Он действовал профессионально, не бросая ни тени на репутацию клиники, на благо которой трудился. Теперь он стал осторожнее относиться к своему имиджу и не хотел подрывать доверие. Стоило Станиславу Петровичу показаться на глаза Артуру, как тот вскочил с места. Он еле сдерживался, чтобы не ударить бывшего коллегу в лицо. Артур знал, что стал злопамятный. Знал, на что способна его подлая натура. Предчувствуя беду, он напрягся. – Где Вика? Что с ней? Как дети? – Артур, присядь, успокойся. – ровным голосом попросил Станислав. – Тебе нужно взять себя в руки ради супруги. – Что с моими детьми? Да говори же ты! – он схватил Стаса за грудки и встряхнул. – Говори сейчас же, хватит меня мучить! – Твоя супруга цела, с ней все хорошо. Один мальчик здоров, потом можешь его проведать, а второй… Он был уже мертв, когда его вытащил. Без оглядки на прошлый Артур, я бы ни за что не навредил ребенку. Мне очень жаль, но один твой сын умер. Это не зависело от меня. Будь ты на моем месте, ты бы тоже ничего сделать не смог. Артур его больше не слушал. Он сел на скамейку коридора и закрыл руками лицо. Его плечи затряслись от беззвучных рыданий. Артур вновь переживал потерю. Оказалось, что лишиться ребенка, даже такого крохотного, было ужасно больно. Он ведь даже не держал малыша на руках. Не видел его ни разу, кроме снимков УЗИ. Так почему так больно? Откуда в груди такая безнадежность? – Тебе принести чего-нибудь? – Станислав Петрович тронул его за плечо. Но Артур Юрьевич тут же сбросил его руку. – Уйди. Уйди сейчас же! – просипел он. – Или Богом клянусь. Стас исчез, не решаясь больше маячить перед глазами раздавленного мужчины. Тот заплакал еще сильнее, представив, что будет с Викой, когда она узнает об их мертвом малыше. Сейчас он был готов рвать и метать, бить, крушить, но только понимал – врачи ни при чем. Артур постоянно находился по ту сторону, сообщая близким пациентам о смертях. Он видел, как его обвиняли объятые горем родственники, как его ненавидели. В таком состоянии мало кто понимает, что врачи не Боги. Они не могут сотворить чудо там, где это невозможно. – Возьмите. – Молодая медсестра тихонько присела рядом и протянула стакан воды. – Берите же, вам не повредит. Артур вытер лицо ладонью и с благодарностью принял стакан. – Хотите увидеть его, вашего малыша? Пусть он не дышит, но он все же ваш. Он тоже нуждается в любви. – Вы правы. Отведите меня, пожалуйста. Артур не мог поверить, что это правда с ним происходит. Он держал в руках маленький холодный сверток. Один из его малышей мертв. Они ведь с Викторией мечтали, как будут одновременно растить двоих сыновей, как им будет весело развиваться вместе. Супруги знали, что это Божье благословение. Они были готовы ко всем трудностям, которые могли учинить эти двое. Приготовили две детские комнаты, купили по два комплекта вещей, посуды, игрушек, бутылочек и сосок. – Знаю, вам больно это слышать, – сказала та самая медсестра, которой было жалко оставлять Артура одного. – Но Станислав Петрович ни в чем не виноват. Он сделал все правильно. Ваша жена уже приехала с кровотечением. Весь персонал подтвердит вам, что он не желал зла вашей семье. – Спасибо вам. Вы – хороший человек. – поблагодарил ее мужчина и попросил немного времени побыть наедине с сыном. – Господи, бедный наш мальчик! – тихо плакала Виктория уже который день. У нее не осталось сил на рыдание истерики. Она просто утыкалась лицом в подушку, стараясь выплеснуть всю боль. Артур всегда был рядом. Он держал на руках маленького Вадика, чтобы показать жене. Им есть ради кого жить. – Бедные мои мальчики разлучились, – причитала женщина. – Теперь ты будешь один, мой милый. Иди к мамочке. – Мы сможем это пережить, – Артур поцеловал руку супруги. – Со временем станет легче. – Артур, когда меня выпишут? Мне невыносимо здесь находиться, мне уже тошно, – скулила Вика. Она не раз порывалась встать с постели и убраться из ненавистной клиники. Но врачи еще не позволяли. – Потерпи немного. Уже завтра мы должны быть дома. Завтра Вадик впервые окажется в своем доме и будет жить в своей колыбельке, да? Тебе там понравится, сынок. Артур Юрьевич старался быть сильным, чтобы не позволить Вике совсем впасть в уныние. Она с еще большим рвением оберегала Вадика от всего, что могло ему угрожать. – Не трясись надо мной, я не хрустальная, – говорила она мужу. – Когда там твой отпуск кончается, иди уже на работу, вечно мне в спину дышишь. – Не ворчи, просто не могу вас оставить. Мне хочется проводить время только с вами. Он поцеловал супругу и сына. Повседневные заботы о младенце отнимали у молодых родителей много сил. Их должности обязывали всегда быть начеку, но сын выматывал супругов куда серьезнее. Куча маленьких проблем, появившихся с рождением Вадима, заставляли Виктории и Артура жить настоящим и постепенно отпустить свою боль. Каждый день они решали множество задач, сталкивались с неизведанным, радовались каждому новому успеху сына. Вся их жизнь сосредоточилась на благополучии ребенка. Коллеги Артура Юрьевича стали замечать, что он постепенно оттаивал. – Да, горе его не позавидуешь, – шептались в клинике. То супруга умерла, вторую едва не похоронили заживо, теперь вот сына одного лишился. Как он еще держится? – Юрич крепкий мужик, такого просто не сломить. Он еще свою клинику откроет, помяните мое слово. Виктория держала Вадика за руку, когда тот рвался потрогать все товары на полках канцелярского магазина. – Артур, ну где ты? – возмущалась она в трубку. – Ты обещал быть к трем. Вадик ждет, что мы вместе выберем ему портфель. – Я почти на месте, – отвечал мужчина, пробираясь сквозь толпу гуляющих по торговому центру людей. – О, я вас вижу. – Привет. – он чмокнул жену и погладил сына по голове. – Папочка, ты пришел, наконец. Мальчик обнял отца за пояс. – Идем, я покажу тебе, что выбрал. – Поверить не могу. Наш сын уже идет в первый класс, – улыбнулась Вика. – Это со всеми родителями так. – Помнишь, мы думали, эти бессонные ночи с криком Вадика никогда не кончатся? – согласился Артур. – А теперь ему семь. И он скоро начнет новую жизнь. Заведет друзей в школе. Потом попросит записать его на футбол или еще куда-нибудь. Начнет сам ходить в гости к друзьям. – Мы тогда будем совсем старыми, – рассмеялась Виктория, присматривая Вадику вместительный пенал. На первый новогодний утренник сына Вика не успевала. Она была занята с запуском новогодних тортов и пирожных на производстве. Сама контролировала рецептуру и декор. – Сынок, с тобой будет папа, – объясняла она Вадиму, чтобы тот не расстраивался. – Он снимет все представление на телефон и отправит мне. – Мы будем смотреть всем цехом. Представляешь, сколько людей увидит, как ты читаешь стишок? Ты, умничка, не волнуйся, все у тебя получится. – Хорошо, мамуль, увидимся вечером, – ответил мальчишка, собираясь в то утро в школу. Артур Юрьевич редко посещал мероприятия сына. У него не получалось поменяться с коллегами. У всех находились дела поважнее. – Молодец, сынок! – выкрикнул Артур, когда Вадим без запинки и с выражением рассказал свою часть стихотворения. Мужчина не сразу заметил среди кучи наряженных детей в масках копию Ватика. Он схватился за спинку впереди стоящего стула. Не может быть. Он ведь сам держал их мертворожденного малыша на руках, а теперь видит близнеца Вадима в нескольких метрах от себя. Неужели его сын ни разу не видел его за полгода? Неужели никто из учителей детей не обратил на это внимание? Дождавшись части, где Дед Мороз раздавал детям подарки, Артур попросил сидящую рядом мамочку присмотреть за Вадиком. Борясь с волнением, он подошел к скромно одетой женщине, которая держала за руку того самого парнишку. – Здравствуйте! Извините за беспокойство, я Артур, отец Вадима. Не могу не заметить, как удивительно похожи наши сыновья! – он указал в сторону счастливого ребенка, держащего в руках увесистый мешочек со сладостями. Стоило залать и увидеть Вадика, как она тут же отшатнулась от Артура, прижав сына к себе. – Чего вы хотите? – резко спросила она. – Вам не кажется это странным? – Артур не отступал. Его удивило, что женщина скорее испугалась, чем удивилась. – Может, оставим детей и поговорим? Злате пришлось согласиться. Артур отвел ее к стене, откуда хорошо было видно детей. – Ситуация загадочная, но Диму я рожала сама. – тут же выдала женщина. – Не знаю, чего вы от меня хотите. Я не знаю, как объяснить этот феномен. – Понимаете, мы с супругой ждали близнецов, но один родился мертвым. Так странно, что спустя столько лет я вижу близнеца Вадика. Они ведь и по возрасту подходят. На это Злате нечего было возразить. – Я ничего не знаю, Дима мой. И мы знать вас не знаем. И вообще, мы только из другого района перевелись. С этими словами она выдернула Диму с праздника и покинула школу. Вечером после разговора с мужем Виктория не могла найти себе места. – Что же нам делать, Артур? – Он ведь наш. Это наш мальчик. Он не умер, а все это время жил. Дышал, рос. Господи. – Она схватилась за голову и села на диван. – Вы рожали в один день в одной клинике. Это точно дело рук Стаса. Я знал, знал, что он нас просто так не оставит. Вот тварь, еще утешал меня тогда. Артур от злости сжал руки в кулаки. Вика обхватила его лицо ладонями и стала умолять. – Прошу, скажи, что мы его заберем. Я не могу жить, если буду знать, что наш мальчик живет с посторонней женщиной. – Я пока не знаю, что можно сделать. Стас такой прохвост, что документацию подчистил наверняка. А преследовать Злату мы не можем, это ведь преступление. Если она ни при чем, представь, каково будет ей узнать, что ее сын мертв. Кем мы будем, если отнимем у нее Диму? – Но он наш. Мы должны попытаться. Прав на ребенка ведь можно добиться юридически. – Мы во всем разберемся. Я обещаю, родная, мы это решим. Артур поцеловал Вику в лоб и прижал к себе. Он хотел сам решить вопрос со Златой. Вика не могла с ней договориться. Боялась сорваться, не сдержать эмоций. У нее в голове не укладывалось, что ее второй сынок был жив, а она этого не чувствовала. – Что я за мать такая, если не знала об этом? Он семь лет в чужой семье растет, а я даже не подумала об ошибке и не стала его искать. – сокрушалась Вика. – Не вини себя, – утешал ее Артур. – Кто виноват, так это Стас. Этот негодяй испортил жизнь нашей семье. Мы жертвы. Запомни это и больше никогда не злись на себя. Вадик подтвердит – ты отличная мама. Артур сидел в машине, ожидая сына после занятий. Златти на глаза он не показывался, не хотел спугнуть. Когда она появилась перед зданием школы, Артур незаметно подошел к ней, чтобы не позволить ускользнуть. – Снова вы? Что вам от нас надо? – обозлилась она. – Я не хочу доставлять вам неудобства. Мы с супругой подумали и решили, что мальчикам неплохо бы пообщаться. Пусть они растут в разных семьях, но они одной крови. Это видно невооруженным глазом. – А мне-то что с того? – хмыкнула Злата. Артур понял. Такая своего не упустит. – Ни я, ни мой сын не страдаем без вас. – Мы можем предложить вам работу горничной. Оплата щедрая. Жить тоже можете у нас, дом позволяет. Так мальчики будут всегда вместе. Чем это вам грозит? – Я подумаю. – Отрезала Злата и отвернулась, давая понять, что разговор окончен. Вика и Артур надеялись, что мама Димы все же согласится. Пусть она ему не родная, но по документам их сын – ребенок Златый, и лишь она распоряжается его будущим. Несмотря на опасения супругов, Злата и Дима переехали в их особняк. Им выделили личные просторные комнаты. – Мы во всем одинаковые, – смеялись дети, рассматривая друг друга. Взрослые боялись их реакции, но братья воспринимали все словно игру. – У нас даже пальцы на ногах такие же, а голос… – Круто! Мы можем меняться местами! – придумал один из них. В качестве горничной Вику и Артура Злата устраивала. Она постоянно находилась с детьми, когда супруги были на работе. Часто она заставала Артура после ночной смены и приглашала к завтраку. – Вы были правы, – сказала она с улыбкой. – Мальчикам вместе хорошо. Зря я тогда противилась. Их теперь никак не разлучить. – Дима у вас хороший мальчик. Мы рады, что они нашлись. Раз они семья, то должны знать друг друга. И о будущем его не беспокойтесь. Мы с поможем всем. И с образованием, и с женитьбой, и с работой. Жаль, что у Димы нет отца. Он так к вам тянется, Артур Юрьевич. Надеюсь, вы от него не отвернетесь. Артуру был приятен этот разговор. Он радовался, что Злата не против общения братьев. Только каждый раз, когда они оставались наедине, он замечал что-то странное. Женщина стала задерживать на нем взгляд. Заводила разговор о семье, а не путевом ухажере, который бросил ее беременную. Артуру казалось, что они наладили хорошие приятельские отношения. Только голос Злата в его присутствии становился тоньше. Она старалась угодить ему во всем. Добиться благосклонности. Артур понял, что Злата все это время вела себя смирно, подбираясь к нему. Поэтому старался избегать ее общества. Выгнать ее на улицу он не мог. Она ведь воспитывала Диму с рождения. — Вик, нам надо поговорить. — Артур вошел вечером в спальню и запер дверь. — Речь о Злате. Она оказывает мне знаки внимания. Виктория вскинула голову. В ее груди тут же закипела злость. — И как давно? — спросила она сдержанно. — Не знаю. Я не сразу это понял. Думала, она благодарна нам за то, что мы их с Димкой в свой дом приняли. — Чего эта змея добивается? Надо же, остроила из себя такую высокоморальную особу, словно мы купить ее сына собираемся. Да она вообще постоянно его шпыняет. Где это видано, чтобы ребенок так к собственной матери шугался? Я несколько раз слышала, как она Диму отчитывала, да еще и оскорбляла. При нас она с ним сюсюкается. Заметил? — Кстати, да. — кивнул Артур Юрьевич. — Я тоже внимание обратил. Мне и Вадик говорил, будто у Димы мама строгая. Даже он ее боится. — Предлагаю поставить камеры по дому. Проследим за этой мадам. А заодно и выясним, что она замышляет. — Точно! — хлопнула в ладони Вика. — Может, она нам в глаза улыбается, а сама тихонько обворовывает? В ту ночь супруги спали спокойно. Они нашли решение назревающей проблеме, только не были готовы к последствиям. — Ну что, все готово? — звонила Артуру Вика. — Да, спецы как раз заканчивают с установкой. Камеры везде, кроме нашей спальни и уборных. Злата ушла по каким-то делам, я ее отпустил. Через неделю после ужина Артур и Виктория устроились перед ноутбуком, чтобы посмотреть отснятый материал. Они были в шоке, когда увидели, как Дима получал от златы пинки, тычки по ребрам, подзатыльники. За малейшую провинность на него кричали. А он весь сжимался, как нашкодивший щенок. — Боже, да она какой ты изверг! — охнул Артур, остановив запись. — У меня все внутри дергается, когда она его обижает! — со влажными глазами отозвалась Вика. — Это же наш мальчик! Неужели мы ей позволим и дальше его травить? Надо найти на нее управу! — Я разберусь, — решительно ответил Артур. — Он больше не мог терпеть такую дрянную женщину в своем доме. Выходной день. Вика и Артур уехали на работу, громко оповестив об этом злату. Она думала, что осталась лишь с мальчиками. Но Артур незаметно вернулся, чтобы застать ее врасплох. — Ах ты дурной мальчишка! — кричала Злата на сына. — Сколько раз тебе говорят, не лезь ко мне со своими нежностями! Мне это не нужно! Поищи кого-нибудь другого! Из-за угла Артур увидел, как Злата склонилась над Димой и отчитывает его. Мальчишке досталось за то, что он хотел получить хоть каплю маминой любви, но она его отвергала. — Что здесь происходит? — Артур прервал ее ледяным тоном. — Артур Юрьевич, а вы разве не ушли? — Дима, иди к брату в комнату! — попросил его мужчина, и зареванный мальчик тут же сорвался с места. — Это переходит все границы. Он вновь посмотрел на Злоту. Она понимала, игры кончились. — Либо вы рассказываете мне всю правду, либо с помощью частного детектива я накопаю на вас кучу грязи. Я в этом уверен. Испуг отразился на лице Златы. И она тут же смирилась. — Ладно, я все расскажу. Только не впутывайте сюда полицию или еще кого-то. Я добровольно уйду. Артур хмыкнул, представляя, сколько у нее скелетов в шкафу, раз она сразу согласилась. — В прошлом я занималась мошенничеством. У меня уже имеется условный срок. Но в тот раз я попала по-крупному. Адвокат сказал, что моя беременность сыграет на руку. Я бы могла разжалобить суд своим положением, сказав, что хочу исправиться. У меня на руках была новая жизнь. Я могла бы начать заново и свою. Только мой ребенок родился мертвым. Стас, мой хирург, сразу предложил мне выход. Мол, есть вариант подменить детей. Он предложил мне вашего мальчишку. Только сказал не трепаться. Для меня это был шанс, который нельзя было упускать. Диму я забрала себе и снова отделалась условным сроком. Только я не планировал становиться матерью. А теперь на мои плечи легла забота о настоящем ребенке. Меня злило, что он зависит от меня. Злило, что он такой ласковый. Мне хочется заниматься своими делами и не думать ни о каком материнстве. В детский дом сдать никак не решусь. Такой грех на душу брать. А потом мне повстречались вы, Артур Юрьевич. Тогда-то я свою выгоду увидела. Сразу поняла, что у вас водятся деньги. И ради своего мальчика вы с Викторией на все пойдете. — И как ты только спишь по ночам! — сквозь зубы проговорил Артур. — Каждому свое! — пожала злата плечами. Ее совершенно не смущал ее образ жизни. — Ты не можешь оставаться в нашем доме. А опеку над Димой мы через суд получим. Учти это и даже не думай противиться. Если Вика поймет, что ты мутишь что-то за ее спиной, она спустит на тебя всех собак. Второй раз сына она не потеряет. Виктория бросилась мужу на шею, узнав, что злата отступила и больше не будет стоять у них на пути. — Пусть катится из нашего дома сегодня же. Только нужно как-то объяснить такие перемены Диме. Какая-никакая она ему мать, условно, по крайней мере. Они ведь жили вместе семь лет. Резкая разлука может стать для него ударом. — У меня есть идея. — подмигнул жене Артур и позвал сына для разговора. Получив от отца указание, Вадим в припрыжку помчался к брату. — Ты же понимаешь, что мои родители и твои тоже? — спросил он у Димы. — Да, конечно. А ты хочешь остаться с нами навсегда? Если твоя плохая мама уйдет, ты будешь скучать? Я бы очень хотел, чтобы ты остался. Вадик взял брата за руку и тот улыбнулся. — Мне с вами очень хорошо. Мама всегда меня обижает. Она меня не любит, похоже. Доказать родство Димы, Артура и Виктории оказалось несложно. Несколько тестов, проверка в клинике Станислава Петровича и врачебная халатность была выявлена. Суд надолго не затянулся. На первом же слушании установили родство и права Вики и Артура на Диму. Мальчика передали под их опеку. — Теперь мы всегда будем вместе! — обнял Диму Вадик, и братья запрыгали. Несмотря на судебный процесс, Станислава Петровича к уголовной ответственности призвать не смогли. Фортуна опять была на стороне ловкого везунчика. Он знал это, поэтому не боялся встревать в авантюры. Но однажды после проведения операции влиятельному человеку Стас забыл вытащить губку из пациента и зашил его. Аркадий Иванович жаловался на боли в животе и после прохождения реабилитации. — Станислав Петрович, голубчик! — обращался к нему пожилой мужчина. — Обследуйте меня снова! Вдруг вы что-то упустили, не доглядели! Страсть, какие боли меня мучают! — Это что такое? — вскипел пациент, когда заметил посторонний предмет внутри себя на снимке. — Это ваших рук дело! Что это? Вытащите это из меня немедленно! — Ну, держись! — прощал Ива. — ткнул Аркадий пальцем в стаса. — Я тебя сосвету сживу! Влиятельный мужчина не спустил Станиславу ошибку. Его арестовали и посадили на приличный срок. Больше никому нерадивый хирург жизнь не портил. — Все-таки есть на свете справедливость, — улыбнулся Артур, обсуждая судьбу бывшего коллеги в клинике. — По делам ему! Таких людей вообще к пациентам подпускать нельзя! У него только дар калечить! — Юрич, останешься? У Тамары день рождения! Посидим чуток, пивка безалкогольного выпьем! — Нет, ребят, спасибо! У меня дома два спиногрыза! — рассмеялся Артур Юрьевич, вспоминая, какой беспорядок способны навести его шумные ребята, если оставить их без присмотра хотя бы на пять минут. Дима совсем освоился в кругу родных людей, почти не вспоминая о жизни со Златой. Близнецы перешли уже в третий класс. Они сидели за одной партой и соперничали в оценках. Вадим и Дима были близки и друг за друга стояли горой. — Привет, семья! — крикнул Артур с порога, и две пары ног тут же помчались к нему на встречу с объятиями. — Мам, папа пришел! — крикнули дети, повиснув на отце. — Уроки сделали? — Пап, какие уроки? Каникулы же! — отозвался Дима. — Ты обещал, что завтра мы поедем в парк? — вспомнил Вадик, и брат его тут же поддержал. — Ты обещал, обещал! — Поедем, поедем, только не кричите! Артур потрепал сыновей по волосам и прошел к жене на кухню. — Привет, милая! — Привет! Вика чмокнула супруга в губы. — Столько от них шума! Скорей бы школа началась, когда они дома целыми днями, у меня голова пухнет. Как думаешь, справимся с третьим? — С третьим? — Артур прищурился и внимательно посмотрел на живот Вики. Она тут же расплылась в улыбке. — Да ладно! — Уже пять недель! — завизжала Вика. — Боже! Артур нежно обнял ее со спины, поглаживая животик. — Пожалуйста, будь девочкой! — попросил он шепотом, и Вика рассмеялась. Спасибо, что досмотрели историю до конца. Если вам понравился рассказ, просьба поддержать меня кнопкой палец вверх. Для меня это очень важно. Всего доброго!